Вот это интересное место. Здесь был слишком сильный удар. Много энергии отсюда выкачано. Здесь давит на уши, на голову. Это вот то место, где мы хотели постоять. И вот тут что-то внизу было. Скорее всего, что-то с остатками оборудования. Вот это вот тот самый острый угол. Один острый. Кто хочет, смотрим ощущения. Вот тут они просто выворачивают немножко. Как кожа сдирает. Жесткая энергия, потому что тут из пространства хапнули энергию для силового поля в момент взрыва. Пиковая нагрузка была. И оно как переворачивает. Но здесь были огромные энергии, гуляли. Огромные. Вот здесь стоял генератор. И вот это вот, поэтому бета-башня уцелела. Единственная башня уцелела среди всего комплекса. Во время второй бомбардировки. Вторжение второго, которое мы проиграли. Классное место. Фу, аж передергивает. Но там будет хуже. Вот там, где был взрыв, мы сейчас пойдем. Там будет ощущение хуже, уверен. Ух ты, как много всего снесенного. Я не знаю, кто такой лапидариум. И какие лапы он дарит. Ну вот эта заливка, она интересная. Кубиками. Сейчас я сбегу вот тут поснимаю. И вернусь. Сейчас я приду. Меня интересуют вам остатки. То, благодаря чему вот эта вот колонна устояла. Вот монолит какой-то. Ух ты ж. Хорошее качество. Вот это тоже заливка, но блоки. И между ними очень тонкое расстояние. То есть очень высокое качество было. Укладки. Но это укладка. Тем не менее. Вот опять. Вот это что-то. Остатки чего-то технологического. Опять же непонятно. Но жутко интересно. Круглая башенка. И что-то стояло. И делало. Тоже уже после первого вторжения закрыли окошечки. Вот заливка. Заливка. Какой-то жалоб. Вот он жалоб. Но эти жалоба были здесь и до. Вот они еще классные. Вот это что за ворота такие? Что ими хотели прикрыть? Интересно. Ну вот это вот все заливка. Это была часть какого-то типа храма. Да емая. Ну и идем дальше. Барутана. Текиш, подумил. Конечно же. Исключительно мельница. Для того, чтобы муку молоть. Других вариантов нету. Именно такой сложности мельница. Именно на такой высоте. Именно хер знает где. Именно турецкая. Ну естественно. Турки же здесь. А до этого мельниц не было. Именно вот такого расстояния. Странно. 10-294 сантиметра. Идеально круглая мельница должна быть. Идеально. Именно вот с такими сложными конструкциями. Ну да, ну да. Прям поверил. Это тоже турки выстроили, по-моему, да? По официальной версии. И это все турки выстроили. А это кто? Почему такие сложности? А это чем сверлили? Дырдочку. Странный замочек. Да. А тут, чтобы мешки таскать удобнее. А это, наверное, мельницы делали. Капитель, 14-й век. 14-й веке уже турки были. А вот это вот с такой точностью. Фрагменты наличников. Да, каменные. Именно с такой точностью. Можно вот фрагменты наличников. Откуда же такая точность? Ну, а вот другой двери не было, да? Это исключительно, чтобы таскать муку. Да, да, да. Маленькие такие турки. Вот. А это исключительно кусок жиржолого, да? На нем муку смололи. Причем тут внутри очень много таких вот уровней. Как подшипник современный. Ну, естественно, это не подшипник. Вот тут стояло типа спирали и красная артуть. Вот это все был генератор. Вот. Удивительным образом все это напоминает место для помолиться. Но поскольку здесь были турки, архитектура не турецкая, то это все назвали, естественно, фрагменты окошек. Да, это все назвали мельницей. Это современная арматура. Ну и нахер. Ух ты ж, какая прелесть. Вот это вот чем делали? Вот это вот чем делали? Оно не до конца идет. Это турецкий язык. Вообще сомневаюсь. Это вот тот самый универсальный язык, на котором все было. Крестики. Зачем такие волны? Ладно, пытаемся понять, что тут написано. Если это не каменная библиотека, то эти турецкие мукомолы были очень-очень образованными. И я уверен, что то, что нам вот здесь показывают, это сотая часть того, что было найдено. Вот просто вангую. Вот с такой точностью. Это ж какими медными зубилами турецкие мукомолы должны были это все вымолоть. Вот с такой точностью. Вот прям до миллиметра. Ну да, фасадные наличники, корнеты. А вот как их делали-то? И почему они такой формы? И что за землетрясение, которое ни хрена не землетрясение? Так, вот эти камни зачем тут заперли? Заперли. А, потому что, видимо, размер, чтобы не уперли. Ну ладно. О! Их! Мона! Я тут такую прелесть нашел. Надо поснимать. Сейчас. Вот эти доснимаю. Уголочки, которые медными зубилами делаем. И вот эти цветочки. Да не, не, круче. И это все. Это части механизмов. Каменных, правда, но механизмов. Подержи. Вот зачем в этом круглом месте для помолиться с маленькими такими окушечками? Вот как здесь муку мололи, я не знаю. Зачем здесь вот эти штуки круглые? Ну ладно, десятый вопрос. Но каким образом сюда попали вот эти вот ядра? Их тут много. Это не описать. И по-моему, это железные вон. Это железные. Чугуневые ядрышки. Вот тем, кому лень заниматься спортом дома в России, могут приезжать в Черногорию и позаниматься вот тут вот с ядрами. Ну, по ощущению, только килограмм 10. Ну, может, 8. Круто. Но дело даже не в этом. Что оно здесь делает? И что делают тут? Вон, поснимай. Точно такие же круглые. И их много. Видно ли? Вот, круглые. Сейчас попробую один достать. Они расколоты, но они круглые. Вот это зачем? Такие сложности. Чтобы с пушек стрелять. Ну, я-то предполагаю, что если большая пушка, и она стреляет, как бы, мягче сказать, звуком и энергией, то как в свистке такой круглешок в ней должен быть? Для того, чтобы через него передавать энергию. В свистке же для чего-то вот такие штуки есть. Покажи нам там дырочка. Еще маленький размер. Я вот сейчас указаю. И дырочка вон там. Вон он. Вот, вот, вот. Знакный оператор. Все правильно, я думаю, там видно. Да, вон, вон. Да, все там хорошо. Прямо по центру. Я знаю, что там еще. Это лепесток много чего интересного, который говорит о том, что это совсем не крепость. Ну, во всяком случае, не мельница. Да как не мельница? Написано же. Ты что? Ставишь под сомнением, ставишься, что штуки сюда пришли и построили это все, чтобы муку помалоро... Конечно, я так говорю, попробую мешок вытащить. Тут пшеница точно не вырастет. Смотри, ты заливки видишь? Класс. Ну, смотри, вот это. Ну, зачем вот это? 360. Вот эти камешки как бы ничего. Вот такая у них была. А вот это зигазоли назначай. Такие вот были, знаешь, камеры. Трудолюбивые, да-да-да, мукомолы, которые вот. Вот такие маленькие двери. Вот, травка. Ну, что-то такое тут непонятное написано, типа. А, мы вот такие же видели пипиндры. Это да. С сужением там в Ильцине. Вот такая очень интересная сторона. Это что? А там еще есть такое. Ну, это какое-то непонятное новое дело. О, и здесь. Вот оно, то же самое. Если это для красоты, то у них очень незатейливые узоры и фантазии ноль. А если это технологический, соответственно, шаг равен четверти волны, четверти волнового периода, чтобы в резонансе, и вот так излучать при получении встречи волны, это вполне объяснимо. Слушаем Мишина. Он объясняет встречи. Так, все развалено. У меня аж голова заболела. Тут очень болеет голова, она виски очень давит. Ну, поснимай вон тело. Вешать преступников, наверное. Во, иди. Забей, вот это каменное. Невероятная энергия. Просто выворачивает здесь. Чувствуется мощь какая-то. И, я бы сказала, агрессия. Вот дорогу поснимай. Я снимаю. Странное землетрясение, которое вот в труху эти камни перемололо. Камни раскололо пополам. И немножко оплавила. Сейчас постараюсь явные следы оплавления найти и показать. Пока вот прям явного нет. Не будем искать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот, вот дырдочка. Снёс верхушки. Вот верхушку этого всего. Он то скинул. Какой-то песок. Прямо пораскидано всё. Ну и вот что это. От времени. Куда шли эти ступеньки? И почему они оплавленные? Вот иного объяснения я не могу найти. Это оплавленные ступеньки. Это часть какого-то большого мегалитического сооружения с оплавленными ступеньками. Вот они чуть-чуть оплыли. Резкий нагрев. И как застыли. Всё. Вот оно. Часть стены. Монолит. Резкий нагрев. И резкое же остывание. Вот эта вот стена выдержала. Ну вон ещё следы. Чёрные. Чуть-чуть оплавления есть. Вот. Белое. Это тоже следы термического воздействия. Ну вот как вот это объяснить? Вон там чёрное. Вот тут белое. И как? Ну это же не от времени. Вот тут нет ничего. Почти. А вот там оплавление. Изнутри нет ничего. А вот там беленькое. Вот здесь такие же абсолютно излучатели. Вот здесь была другая башня. Вторая башня. И взрыв был внутри неё. Вот такие же окошечки. которые создавали силовое поле вдоль линии. Вдоль стены. Ну вот тут что-то слишком ровное осталось. Я не знаю, какой силы должно быть землетрясение. чтобы сделать с крепостью вот это. Чтобы с крепостью сделать вот это. Ну вот странный камешек. Тут белый, тут чёрный. И это не от влаги, мне кажется. потому что тут никаких следов. А вот тут вот так вверх ногами он лежит, тут влаги нету. И если это не термический ожог, скажем так, то что это? Вот ещё такой случай. И вон. Что за землетрясение, которое снесло верхушки, унесло их непонятно куда. О, собачки. Привет, собачки. Вот что это за здание интересное было? В кавычках. Почему вот это всё было людьми построено, а потом заброшено? По каким технологиям это всё было построено и заброшено? Класс. Вот это, наверное, проход, наверное, для гномиков. Вот там куча камней. Ну это ладно, полбеды. Вот это по официальной истории что? А вот там что? Это фонтан или лежалка? Почему в центре там железка, которая ходит вниз? Ну это я-то понимаю, что здесь был купол, и здесь стоял генератор второй, как на той башне. Это вот одна из башен, где стоял генератор, и по ней пришёлся основной удар. Основной генератор стоял тут, а там были вспомогательные. вот ещё одно место, видимо, резервный. Просто помещение, к которому не было никакого доступа. ну вот опять, опять заливка, заливка. и выше ничего. Ну вот этот круг. Вот он. Ещё один. И это не колодец круглый. Сидят собаки. Конечно, мы сходим сюда. Собаки иногда ладно, сиди. Мы не страшные. Даже если бородатый Вова. Типа церковь, да? А то, что рядом мука-мольня стоит. Ну естественно, раз купол, то помолиться. Других версий нет. Ну вот, камешек, заливка, вот она, как всегда. Ни такой фантазии. А то, что здесь вот это вот для загадок по тонкам угол, непонятно зачем. И вот эти здесь, там ничего нету на другой стороне. Но вот такие же выступы вот идут по всей стене. И здесь то же самое, во внешней стене такие же излучатели. И здесь, здесь был вход. И вот здесь такой же круглый алтарь. Такой же круглый. И здесь дырзочки под непонятными углами идущие. Это формирование силового поля. Вот здесь стоял генератор. Вот к тем он сейчас стоит. Прямо вот тут. О, еще один кусок стены выпал от землетрясения. Выпрыгнул прямо от его. Вот еще одно место для помолиться. Ну это же алтарь. Даже без вариантов. О, что это такое? С дырдочкой. С кривой дырдочкой. Тоже заливка. Ого. Ого. Вон отырит камни. Напомните. Да? Да. Отлично. Ну вот дверной проем. И вот срезало. Вот как срезало. Это что за землетрясение? Срезает такое. И тут тоже самое. Ого. И здесь землетрясение было. Знатное видать. Здесь. Только почему-то нету внизу. Впоследствии. А, вон внизу что-то такое, кстати, есть. Смотри. Скажу. Церковь. Тоже. Ну, ты там хранили. Возможно. Да, там мололи, там хранили. Без вариантов. Или купель какая-то была. Ну ладно, пойдем. О. Ого. Да, там мололи, там хранили. Ай. Что-то было. Вот. Землетрясение. Так аккуратненько все камешки в одно место положила. Да, Мона? Да. Аккуратное землетрясение. А вон, какая-то печать. Да, и почистила все. Вот. Вот. Какие грубые наши предки-то были. Петли делали зачем-то. Примитивные варвары Средневековья. С системой канализации. Все из грубых камней. Вот он, камешек какой-то. Вот это что тут написано? Т. В. Кто что понимает. Вот опять же. Креугольный камень. Такое землетрясение странное. Камешек. Смотри, слева светленький, справа темненький. Удивительно. Вот еще. Зачем-то медными зубилами выбили такое. Зачем-то выбили. Вон еще следы прям обработки. Смотрим дальше.